Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я работаю поваром. Я выражаю свое недовольство по поводу нынешнего постановления. Все ваши предыдущие постановления ограничивали нашу работу. Они закрыли на субботу-воскресенье нас, наши смены сократились. Они сократили наше время работы. Теперь они сокращают наше время работы до 8 часов. К нам гости приходят обычно в 7 часов. Дайте нам свободно работать. У нас есть дети, у нас есть семьи, мы их обеспечиваем, мы платим кредиты, мы живем. Вы сокращаете время работы, сокращаете наш доход. Вы не даете дополнительного никакого дохода. Дайте нам свободно работать. На что нам жить, на что нам детей кормить. Некоторые люди не могут приходить в 8 часов. Они выходят с работы в 7, в 8 бывает. Откройте, пожалуйста, хотя бы до 11, до 12. С такими карантинными мерами жестокими, с которыми мы сейчас столкнулись, наши работодатели просто закроют свой бизнес, а мы останемся без заработной платы и не сможем кормить свою семью, обеспечивать наших детей, платить кредиты. Нам просто нечего будет кушать. Дайте нам работу. Мы хотим работать. Не надо нам никакой помощи от государства. Дайте нам, пожалуйста, работать. Просто работать и все. Нам надо платить кредиты, помогать родителям. Из-за того, что сократили время, сократили нашу заработную плату. Из-за этого я не могу оплатить учебу полноценно. Меня зовут Эгерин, я студентка. И что оплатить за учебу? Я работаю в пенсии. Из-за сокращения времени работы у нас очень теперь выходит минимальная зарплата. И за это прошу вас продлить наше время работы. Мы не просим вас о материальной помощи. Мы просто просим вас, чтобы дали нам возможность работать в полном объеме. Надеюсь, люди поймут и поддержат наше обращение. У людей у всех проблемы. Тем более у меня нету отца. Я обеспечиваю маму один и сестренку. Помимо этого у меня учеба. Учеба сестренки у себя. Съемная квартира, кредиты. И не хочу, чтобы это все закрывали. Просто накипело. У меня ребенку год. Еще нету. Я его оставила, чтобы прокормить семью. Наши сотрудники попадают под сокращение, потому что, соответственно, меняется рабочий график. Сокращаются дни. Они не получают, не зарабатывают практически ничего. У них кредиты. У них пожилые родители, которым тоже необходимы медикаменты. Просто, пожалуйста, услышьте нас. Мы, те люди, которые сейчас говорим, обращаемся к вам. Это наш крик души. Мы просто хотим быть услышанными. Дайте нам работать. Снимите ограничительные меры по времени. И мы будем премного благодарны. Просто услышьте и не игнорируйте нас, пожалуйста. Там дальше, выше кто сидит. Они работают спокойно. Они получают зарплату. А мы постоянно страдаем от этих ограничений. От этих локдаунов. Потому что мы работаем так, как они просят. У нас нет заболевших. У нас все обрабатывается. У нас маски. У нас перчатки. У нас санитарные везде нормы соблюдены. Когда весной закрывали полностью все, делали выплаты. Выплаты делали не всем. Мне не сделали выплату. Я пошла разбираться. Мне ее опять не выплатили. То есть, получается, людей просто дурят. Просто так водят за нос. Я понимаю, что есть люди, которые болеют. Но есть люди, которые не болеют. Почему они должны страдать? Дело в том, что будут такие моменты, что потом люди просто будут страдать и умирать от того, что им нечего питаться. Нечем питаться. Нечем. Не на что жить. Почему там, кто в госучреждении сидит, они даже на удаленке сидят и работают и получают зарплату. А мы не можем так работать. Мы работаем вот сейчас. В настоящем. Мы не можем на удаленке работать. Мы не можем так получать зарплату. Отмените все эти, пожалуйста, локдауны. Отмените эти постановления. Нормальное постановление. Спокойно сделайте. И все. Дайте нам работать. Первого карантина у меня за кредитов забрали дом. А подождите. У вас, получается, за кредитов забрали дом? Да, за кредитов забрали дом. потому что мне не было возможности выплачивать ежемесячные кредиты в связи с этим онлайн как говорится обучением да мне пришлось взять моим дочерям 2 2 телефона в кредит но буду того чтобы учиться для того чтобы учиться таким образом мы будем туда оплачивать кредиты тогда оплачивает пусть государство наши кредиты пускай платит нам за интернет чтоб наши дети занимались он в онлайн в режиме также пусть тогда государство прокармливает наших детей за свет платить нужно и газ нужно брать и дрова нужно брать и у меня на иждивении дочь студентка заочница из-за учебу надо платить государство не будет кормить моих детей она не полностью об обеспечивает мои дети онлайн обучением они оплачивает мой кредит каспий банк отказывается мне менять график оплачивания кредита каспий заблокирован заложен по аресту да это все из-за из-за того что карантин начался после карантина не было заработка у тебя появились задолженности на вот видите ребят как люди живут задолженности три месяца до получали месяца до меня зовут айдар я работаю в пенте барменом за сокращение графика работаем и не можем полноценно зарабатывать и оплачивать задолженности по кредиту просим продлить время работы до 90 часов я оплачиваю годовую учебу годовую оплату учебы 600 тысяч и я живу бабушка с дедушкой они живут на одну пенсию то есть если закроется данное заведение я не смогу в дальнейшем оплачивать учебу естественно без образования то есть это отразится в дальнейшем моем будущем прошу вас не усилять карантинные меры по отношению к общепиту так как я являюсь студентам и из-за карантина я стараюсь не обременять своих родителей и оплачиваю за учебу сама время пандемии сократили наше рабочее время а также сократили нашу зарплату так как у нас дома дети и крест не кредиты не оплаченные прошу вас продлить нам рабочее время просим вас продлить график работы до 24 00 у всех кредиты у всех семьи у всех детей хочу попросить госорганы правительства обратить на нас внимание мы находимся в плачевной ситуации мы на грани банкротства тот коллектив который мы собирали годами уже разваливается на глазах связи с ограничениями связи с локдаунами у нас не будет гостей не будет работы наш коллектив останется без заработной платы